приветствую вас всех мои родные любимые христолюбчики все моему сердцу дорогие братцы и сестры христе и все люди на земле всем желаю всякого блага всякого добра всякого счастья всякой радости мира кротости смирения терпения в души ваши сердца ваши прежде всего отсюда он появится и в домаш в домах ваших семьях ваших ну конечно же не все от нас зависит мы бывает и святыми можем быть на это раздражает не святых ну и конечно же во все сферы жизни ваш желаю вам всякого блага что все у вас было хорошо сегодня мы с вами поднимаем такую тему как учительство кто смотрит мои ролики последовательно то эта неделя получилась вся посвящена подобного ролик роликом подобным темам все связано с церкви с телом христовым с ученичеством с учителями такого получилась рода но завтра вы услышите ролик подобной этой теме потому что сегодня мы разберем лишь один аспект учительства воспользуясь с комментарием одного из слушателей или смотрители как и зрители моих видео по крайней мере до сегодняшнего ролика не знаю будет ли он их смотреть после сегодняшнего ролика вот но я его зачитаю на его основании как раз все равно я хотел поговорить об учительстве завтра вы ну для тех актуально слово завтра кто смотрит их последовательно так в следующем ролике по мере их выхода на моем канале я уже если сегодня много точнее можно сказать все практически поговорим по писанию то завтра выйдет ролик я хочу в свободной форме в свободе слова как я частенько это делаю уже поделиться именно личным опытом что я за десять лет своего христианства общение с христианами не только с учительством и ученичеством все что связано со всякими практиками опытами какие я сам прошел хотел бы уже поделиться но от вру в русле вот этой темы учителя учителя ученика учителя учителей и так далее но это будет уже завтра всех я приглашаю а сегодня мы с вами поговорим вот на какую тему зритель под именем у меня много имен пишет мне дима привет привет ну кролику слова любви говорят многие но вы посмотрите по каким делам они каким делам любви они призывают ты часто нарушаешь сказанное христом не называть никого отцом и учителем можешь пояснить обосновать свое противление несоблюдение ну конечно могу во первых я сразу скажу что я не нарушаю сказанное христом ты меня обвиняешь в том чего я не делаю это раз я не противлюсь ему и соблюдаю наоборот все что он мне говорит по крайней мере всячески стараюсь но уж истину я знаю точно теорию я тебе сегодня это докажу что ты ошибаешься на мой счет я сначала думал что этот комментарий такой знаете искренний но прочитав следующие комментарии которыми написал я понимаю что возможно человек пишет не с целью что-то для себя познать а просто как всегда не любит меня по слову обличать но я пишу привет я не нарушаю не противлюсь соблюдаю ты ошибаешься ролик запишу на твой вопрос ближайшее время чем сейчас и занимаюсь посмотри этот плейлист может интересно что для себя найдешь у меня есть конкретно на этом канале ролик легко на плейлист легко найти учителя наставники апостольство евангелизация как-то так у меня находится имя их немного на этом канале прям найдете он отвечает дальше мне проповеди львов спит тогда в ролике подними вопрос о том кого называешь отцами святыми христос сказал про не называть некр не ради красивого словца здесь есть скрытый смысл увидишь ли интересно также подними вопрос про святых достойно ли они называться святыми или все же самозванцы они же трупоеды ну про трупоедов это отдельный вопрос трупоедни то бесовщины или нет ну да я всегда об этом говорю что общего у трупоедни с духовностью ничего тут я коротко блицем отвечу тут все я в принципе со зрителем единодушен был ли хоть один святой с начала времен кто такой святой может ли святой умереть в болезни какая часть или части человека должна быть святой если придешь к пониманию что святых не было и все они самозванцы можете объявить их самозванцами хватит ли смелости смелости меня всегда хватает дело не за смелостью а за моим мировоззрением очень интересно улыбается на что улыбаться по моему в моей смелости вряд ли кто-то может сомневаться но еще он пишет еще дима совсем скоро в твоей жизни произойдут глобальные изменения и ты многое получишь пусть будет для тебя сюрпризом но ты будешь удивлен но такие эти я меньше всего люблю вообще таких людей побаиваюсь я ему прямо скажу а тем более таких людей у которые вечно как и прячется не иконок не ликов не нормальных имен на руб принципе можно у меня у самого из псевдоним но он много говорящий хотя и конечно же у много имен он что-то хочет им сказать но обо мне это легко все найти все знают что я кузнецов Дмитрий Евгеньевск сколько мне лет где я живу где родился чем занимался меня легко везде найти посмотреть как я живу узнать все о чем я как говорю вот такие когда мне там пророчествует что-то я конечно таких людей держусь подальше как уже говорил у меня нет вопросов нахожу утешение в чужих утешение в чужих суждениях но если у тебя нет вопросов да ты получается просто меня получается тут именно утверждаешь что я нарушаю сказанное христом не соблюдаю противлюсь ему ну и сегодня я принципе не важно конечно абсолютно поймешь ли ты что из того что мы сегодня будем читать говорить на это я уже давно простите скажу по простому забил потому что всему видимо свое время так сейчас я вам во первых сначала на моем сайте я уже все равно я благодаря этому комментарию много имен я как раз все равно подготовил страничку она мне когда-то была набросана на старом сайте я сделал уже для новых все равно при чтении евангелия мне все это пригодится я потратил на это почти весь день конечно же в разделе темы вы увидите учителя и наставники ну также она есть в общем меню всегда найдете все эти темы ну если нажмете тоже на общем таком меню вот они учителя и наставники есть кликнув поэтому по этой теме вы перейдете на уже общую страничку ну и давайте мы сейчас поизучаем вот много имен пишет что я нарушаю слова иисуса не соблюдаю давайте посмотрим учение нашего творца и создателя явившегося во плоти иисуса христа я их собрал в некоем из ветхого за это я даже ничего брать не стал может быть когда-нибудь что-нибудь умное добавлено особенно в теме учителя и наставник если честно в этом нет ни какой необходимости хотите верьте хотите нет так немножечко прибавлю чтобы было покрупнее а вот давайте посмотрим действительно что у нас есть евангелие я буду сейчас накидывать вам все места я собрал практически все места нового евангелия и даже можно сказать нового завета я думаю что для многих станет удивлением то что сегодня услышат и когда вот так концентрационно подается информация причем я набросал на эту страничку естественно со всеми ссылками как вся говорю можете обратиться к оригиналам к полноценным контекстом но я знаю эти контексты прекрасно знаю что я не вырываюсь и вы обратитесь вы убедитесь в том что говорится до что говорится после я это делаю специально конечно же для удобства чтобы быстро и качественно делать свои проповеди доносить до людей какие-то мысли вот все естественно вы можете перепроверять я даже был бы рад такому и так далее лука 3 3 глава я даже не буду стихи называть и все видите о все крупным текстом на экране всегда есть ссылка странице на сайт я вам ее обозначил да как она как ее найти все сами видите я буду просто читать текст пришли и мытарь креститься к иоанну и сказали ему учитель что нам делать я вот не помню в комментарии много имен у него было или он поправил или это где-то еще было давайте сразу мы с вами найдем то место на которое ссылаются и к сожалению которые не понимают и искажают это двадцать третья глава евангелия от матфея это вырванный стих из огромной речи иисуса кто знает двадцать третья глава это целиком речь иисуса если нет я вам напоминаю это 8-10 стих то есть вырваны из середины а вы не называйтесь учителями его один у вас учитель христос то есть я не знаю один много имен он либо комментарии подредактировал потому что по моему у него это было ссылка или было да я учет не помню он или он мне дед в другом месте сбросил я уже не помню естественно и такой я еще давно слышал почему я прекрасным да и вы все на не знаете что на это место ссылается а вы не называетесь учителями все же выбрать и отцом себе не называйте никого на земле ибо один у вас отец который на небесах и не называйтесь наставниками и один у вас наставник христос и очень часто не понимая евангелия истины учение иисуса ссылаются на это место и что никого нельзя назвать учителем да давайте я кстати я вот тут у меня предисловие есть я стараюсь сразу это готовить давайте да почитаем что я написал учителя и наставники страница посвящена раскрытия тему учить тема учительства у кого и чему можно а может быть даже и нужно учиться кто может и возможно должен учить имеешь ли право называть кого-то учителем и называться учителя сам можно ли учить не делая то чему сам не учишь то есть можно ли учить то что сам не не понимаешь и не делаешь на все эти вопросы есть ответы на этой странице и в моем плейлисте ну ссылка как раз на плейлист о котором я говорил учителя наставники на вот этом вот канале христалю проповеди и голоса пьющего в пустыне и давайте с вами почитаем евангелие и потом новый завет послание деяние послание апостолов пришли мы три крестицы к ну и сказали ему учитель учитель они говорят что нам делать то есть у нас вопросы какие можно ли кого-нибудь называть учителем можно ли называться даже не поверите не просто называть учителем а называться учителем тоже самый важный вопрос могу ли я сам себя назвать учить не поверите могу сегодня мы с вами это увидим не то что кого-то называть не то что могут ли нас вернее я немножко не так по высоте построил свою речь хотел бы забыл мысль можем ли кого-нибудь называть учителем можем ли позволять себя называть могу ли я как ученик кого-нибудь называть учителем могу ли я как учитель позволять ученикам называть меня учителем и могу ли я сам себе называть учителем вот кто ссылается на это матфея 8 23 8 10 отсюда у возникает но учитель и наставник а порой даже и отец в смысле вы знаете кто такие часто называли в предании церковным отцами да это те кто по сути опять же учитель примером является это одно и то же слово неважно было здесь наставник или учитель это не забываем что это все перевода до нас дошедшие так на впереди может быть через раз где тут написано учитель иисус нас иисус на самом деле на еврейском или ему говорили наставник да вот об этом надо звать смысл один и тот же все это понятно он отвечал им что ответила и а вот я здесь комментарии вы можете тоже кратко видеть я теперь делаю для для себя что по метке ну и вы всегда можете почитать и когда будете кому-то кого-то учить можете ими с радостью пользоваться с пользой я буду только от этого радость испытывает и она мне воспротивился и не стал учить чтобы не называли его учителем скажите что он еще не знал учение скажите что я еще не знал учение иисуса но как мы убедимся иисус учил становиться учителями призывал быть учителем об этом узнаем но тут обратите внимание и она пришли мы-то рекрестиции сказали учитель что нам делать ну первое слово учителя потом что нам делать он же мог сначала сказать слышите не называйте меня учителем один у вас учитель тот кто стоит посреди вас которую вы не знаете который идет за мною которую я не достоин развязать ремень на обуви если у нас только христос учитель почему он такой проповедь не сказал как себя скажете ну здесь не сказал да ну я говорю если бы это было единичное место сейчас мы начнем вот так по на по накатанной учение иисуса заметьте слова все равно приводки как учение учение иисуса развивать рассматривать и мы все это увидим что нам делать он и сказал ничего не требуйте более определенного я почему даже сюда ответы добавил не просто так понавыровал знать как обычно стихи уже из этого ответа понятно что почему надо все проверять может быть я вырвал может быть он дальше сказала я специально добавил чуть-чуть ответа и кто может обратиться контекстом никто конечно ничего и он их не учил никогда никого не называть себя учителем а его учителем называли все и ученики его и она крестителя и даже вот и мы три к и и в предыдущий идущий крестицы и он ничего не стал проповедовать по поводу того что нельзя называть его учителем и и вообще кого-либо не только себя кого-либо раз лука смотрим давайте немножко пролистаем я а то я хочу немножко ну я собираю все-таки их по вместе лука так лука и она но духовно лучше конечно чуть пролистать и она третья глава помните встреча с никодимом который пришел к иисусу тайно ночью никодим сказал ему в ответ вы помните речь о рождении свыше и прочих прочих вещах они много о чем успели поговорить как это может быть о рождении свыше спрашивает иисус отвечал и сказал ему ты учитель израилев и этого ли не знаешь я говорю я кратенько сюда добавил зная конечно же все контексты достаточно близко к тексту евангелия поэтому вам уже сразу своим словам говорю что иисус и вы знаете можете это проверить за мной иисус дальше нигде не будет его обличать в том что он учитель израиля более того иисус сам из своих собственных святых уст примером своим показал нам что это неплохо вы скажете на же другие его называли учителем израиля нет получается иисус его он укорил его в чем в этой фразе в том что ты учитель израиля как ты может быть учителем нет и учитель израиля и этого ли не знаешь то есть учитель израиля это хорошо сейчас нас кто учителя христианства и этого ли не знаешь и вот я могу также каком-то сказать слушай ты вот проповедник и такой ахинею несешь я что скажу не никто кроме христа не проповедует никто кроме христа не учат евангелисты иисус первый евангелист естественно он нам принес благую весть и и понесли ученики благовестники иисус сказал будьте как я будьте точно такими же мы сейчас об этом прочитаем кстати он его не укорил ты учить ты учитель израиля он искал я учитель израиля и ты не такой вот говоришь как это может быть ну ты учитель израиля слышно на разы такое мы здесь прочитали специально всегда вот это вот немножко карикатур ничью где то показываю так эмоционально чтобы вы увидели это ну разве так была построена речи до специально показываю как будто обратную какую-то разыние это прочитали нет ты учитель израильев в том ты укор что ты учитель израиля и это хорошо это нормально кто-то учитель кто-то учит но вся школа построена на учениках учителях на росте человечка из вот такого вот комочка вот в такой вот дылду и этого ли не знаешь и дальше вы там прекрасно кто хочет обратитесь к речи нигде иисус сам назвав сам назвав и учителем не поругав его не дав учения о том что нельзя быть учителем называться называть позволять чтоб тебя называть еще самому называться вот три вопроса нет наоборот ты учитель израиль очень важный момент а суть же учение иисуса вообще какая вернемся к луке нагорная проповедь 6 глава и сказал им притчу может ли слепой водить слепого не оба ли упадут в яму ученик не бывает выше своего учителя но усовершенствовавшись будет всякий как учитель его слушайте ученик который становится совершенным как его учитель он кем становится учеником остается он становится учителем иисус не укорил опять что кто-то кого-то водит может ли слепой слепого вести нет это красная нитка нагорный проповедь тоже сам я сейчас не буду распыляться уж совсем обучение а то меня понесет это надо тогда всю нагорную проповедь по матфея открывать особенно и там господь говорил горе вам который красная нитка вот это сотворите научитесь нагорной проповеди начинается если праведность ваших книжников фрисеев не превзойдет горе вам если вы слушаете и не исполняете горе вам вожди слепые просто по луке это есть типы и в нагорной проповедь по матфея просто нет такого иисус не говорит что никто никого водить не может он как может слепой слепого водитель господи как ты учишь потом павел будет уча другого в евреям послание неважно но в римлянном будет павла как ты кого-то ведешь сам не уча себя или учишь запомните эту фразу может ли слепой водить слепого него были упадут в яму да если учитель твой слеп а вы идете ученик конечно при этом иисус говорит что ученик то есть который не слепой ты смотри за кем ты идешь если идешь за правильным конечно ученик должен дорасти до соучители и ученик не бывает выше своего господи учителя но усовершенствовавшись всякий будет как учитель его что заповедь призыв бога нас учениками стать учителями я вот тоже неправильно игру я ведь приходится группировать я так себе положил как форму как матрицу группировать их все-таки по здесь и на этих страницах тем по книгам конечно же вот забыл надо было сюда еще вниз спуститься пришли к ну и сказали ему учитель тот который был с тобой но это там вот где фарисеи пришли креститься есть нас его не другое место учитель в луке то есть есть правильные крестители и в я не учитель тот который был с тобой при ордане которым ты связывал вот он крестит и все идут к нему вот кстати по контексту мы знаем там что это именно ученики уже его спрашивает и называет его учителя я специально даю кратенький ответ там понятно там намного больше ответ я их все группы вырывал но даю голову на отсечение что если обратитесь вы узнаете что нигде ян креститель или иисус не будет научать не называться не называть у меня все время путается не называть не не позволять называть то есть не называть самому кого-то не позволяет называть себе и не называться самому учителем нигде такого учения они никогда не давали вот то место единственно иисуса вырванные стихи подают за то что это никогда нельзя делать а как живот почему все время строите учение на одном вырванном стихе и она отвечает не может человек ничего принимать на себя если не будет дано ему с неба то есть опять если сам он на себя это к тому что мы подойдем к ты матфея 23 главе как мы с вами потом выясним на невыдранных стихах что иисус и само слово просто когда вдумываются в него потом когда я всем открываю слушать и вы сами как она даже в принципе тут правильно все на дальнем все написано не называйся сам тыча пальцем в небо я твой учитель вот что такое о чем и говорит и он все в духе истины которые он казалось бы еще не знал не может человек ничего принимать на сам на себя если не будет дано ему с неба а если дано да носить сам на себя принимать чек ничего не может натягивать того чего на тебе нет а вот если есть так свети этим ну комментарий мой который я вражу вот я в принципе для себя но я буду вслух перечитывать друг я чё-то как раз забыл чего буду глазами читать заодно прочитаем я кстати к тому иисус в ответ мне дают учения она не называние кого-либо учителем а наоборот сам называет никогда им учить мне говорит что это плохо быть учителем так здесь мой комментарий иоанн им не воспротив again стал учить чтобы не называли его учителем скажите скажешь что он еще не знал очень иисуса но как мы видим с иисус учил становиться учителями призывал быть призывал быть как учител так здесь мы все ничего не пропустили да теперь я больше скакать не буду сейчас пойдет все чисто у нас таким то тут я хотел вместе сначала там и она потом это нагорный вкроп и точнее кусочек все-таки добавил пятая глава матфея и так кто нарушит но о чем я уже сказал из заповедей сих малейших и научит так людей тот малейший и так кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей так подождите иисус против чтобы учили он здесь когда горит тот малейшим наречется он против чего против того что научит или против того что он нарушит иисус здесь против того что человек нарушит и научит кто нарушит одну заповедь это плохо научит но в данном контексте и научить плотно что научишь плохому. Это плохо. Этот человек наречется самым маленьким в небесном царстве. А что говорит Иисус дальше? А кто сотворит и научит. Вот она красная нитка, которую все время Иисус будет говорить. Не называйся, если ты им не являешься. Я подведу итоги вот к этим же трем вопросам и найдем три ответа. Могу ли я называть? Могу ли позволять называться? И могу ли сам себя назвать учителем? Мы сегодня найдем все три ответа. Первый ответ. Не называться. Это уже, правда, к третьей группе. Могу ли я сам назваться? Оказывается, я могу назваться учителем. Но только по праву. Красная линия Евангелия Иисуса. Вот она, Нагорная пробка, называется. Сотворите и научите. Что мы читаем дальше? А кто сотворит и научит. Значит, Иисус нас чему учит? Он сам творит и учит. И нас учит творить и учить. Тот великим наречется в небесном царстве. Оказывается, не только надо сотворить, еще и научить надо. Только тогда ты будешь великим в небесном царстве. Поэтому все вот эти не называть. Ну, пока это по поводу учения. Значит, надо учить, слушать. А тот, кто учит, он кто? Насколько я знаю, в школе тот, кто стоит у доски с указкой, называется учитель. Он же меня учит, не я его. Тот, кто учит, он же учитель. Глагол. Глагол учить. А существительный какой? Учитель. Существительный какой? Бог есть любовь. Любовь существительная. Что делает любовь? Любит, глагол. Учит, да, учит. Кто существительный? Учитель. Сущность какая? Все, он стал учителем. Потому что... И почему? У Иисуса есть только два критерия. Можешь ты сам себя назвать учителем или нет? Вернее, один. Ты сам творишь или нет? Если ты творишь, ради Бога. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности, книжников и фарисеев, то не войдете в небесное царство. С самого начала это мой комментарий. Иисус заповедал сначала самому все исполнить, а затем научить. Если ты учишь, ты учитель. Значит, само учительство, оно от Бога. А тот, кто учит, как же еще будет именоваться, как не учителем? Дальше я даже не стал главы и стихи писать. Стихи, естественно, скопированные с оригинала. Вы сможете, потому что их так много, я их быстренько просто прочитаю. Естественно, они есть во всех синоптиках. Я не стал дублировать. Я взял за основание то же самое Евангелие от Матфея, откуда вырывают просто эти 23 стихи специально. Естественно, все это есть в Марке, в Луке и так далее. Я так и написал. Матфея разные главы. Ссылка здесь уведет вас только на Матфея. Давайте просто прочитаем. Это я прям последовательно из Матфея выбирал все места. Тогда некоторые из книжников и все сказали, учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение. Опять учитель. Я везде практически отдаю на тот же комментарий, естественно, копировал, дублировал. Иисус в ответ не дает учения о неназывании кого-либо учителем. Это надо запомнить. Потому что то место, оно вообще в другом контексте. И вот сколько мест мы встречаем, его называют учителем, он никогда... Я здесь даже в некоторых местах ответов не стал добавлять. Там они крупные. Я говорю, можно сказать тогда, что я всего лишь начало стих, начало этой речи чего-то ответа дал. Там целая речь. Хотите, сами все эти места проверяйте. Естественно, можете мне поверить, можете сами перепроверить. Нигде Иисус при вот этих вот стихах, а это все стихи. И в Луке и Марке подобные, я поэтому не стал просто дублировать, чтобы типа показать, потому что Евангелие, оно это одно, а то, что оно четырьмя авторами написано. Если нет каких-то сильных разногласий или дополнений, я просто, естественно, не считаю нужным даже здесь синаптически Евангелие добавлять, чтобы не удлинять всю эту страницу. Бессмысленно, так скажем, потому что, вы знаете, там порой слово в слово все написано. У кого-то, может, возникла мысль, так типа, я же не спорю, что Иисуса нельзя называть, не называть учителем, да? Нет, мы просто, мы просто видим, Господь, я не зря начал сначала, как и Он начал с Нагорной проповеди, то есть, Он сам говорит, сотворите и научите, так, то есть, я должен опять сотворить то, что мне сказал Иисус и этому учить, а Он как поступал, то есть, первое, смотрю всегда, как делал Иисус, а потом, что говорил, бессмысленно понимать, пытаться слова Иисуса, не посмотрев на Его дела, слушайте, Его все учители называют, Он не противится и говорит, что дает в этом мне пример, Он всегда об этом говорил, и Он-то был во плоти, Он же мне во плоти пример жизни давал всем нам сотворить и научить, и это входит тоже в это все, это не то, что Он только себе позволял, потому что, благодаря потом, конечно, Новому Завету, книге, деяния и посланию апостолов, мы с вами убедимся, что еще как в церкви наизывали всех учителями, учениками и так далее, да, вот, и учили, и учили даже учить, да, и даже сами себя учителями называли, а до этого мы доберемся, давайте просто почитаем Евангелие. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратель Дидрахмы и сказали, учитель ваш не даст и Дидрахмы, то же самое, никакого ответа от Иисуса или Петра в духе того, что не надо учить, не последовал. И вот, некто подойдя, сказал им, вы помните, богатый человек, учитель благое, что мне делать, доброго, чтобы иметь жизнь вечную, он же сказал ему, что ты называешь меня благим, он ему не сказал, зачем ты называешь меня учителем, казалось бы, два слова всего в предложении в этом, в первом, учитель благой. Почему Иисус не ответил и не сказал вот это то, что вырывает из 23 главы? Почему ни разу об этом напрямой, так скажем, вопрос, диалог, казалось бы, вот, Иисус должен был воспользоваться моментом, если это было так важно. Вы скажете, что его-то можно было называть учителем, а нам нельзя, потому что 23 стих, я согласен, я же понимаю, я же не дурак, о чем идет речь. Но Иисус нам говорил, что он во всем нам показывает пример, и что учитель должен стать учителем, усовершенствоваться и быть совершенным, как учитель. Он же сказал им, что называешь меня благим. Так, Иисус в ответ не дает учения ни называния кого-либо учителем, хотя мог бы воспользоваться случаем и задать другой вопрос, зачем называешь меня учителем. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы ловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с орденами, говоря, учитель, мы знаем, что ты справедлив, истинно пути Божьем учишь, все то же самое и все то же самое, Иисус ничего не говорит. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, нескусили, спросили, учитель, Иисус ответил, заблуждайтесь, не сказал, не знаете, что не надо никого учителями называть, не знай ни Писания, ни силы Божьи. А фарисеи, услышав, что он привел саддукея в молчание, собрались вместе, и один из законников, искушая его, спросил, учитель, какая наибольшая западзаконная. Опять он не противился, что называть его учителем. В первый же день опресночной приступили ученики к Иисусу и сказали ему, где велишь приготовить нам Пасху? Он сказал, пойдите в город такой-то, к такому-то и скажите, учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими. Какой мой комментарий? Иисус в ответ не дает учения, не называя никого ли учителем, учит называть себя учителем. Он говорит, скажите, учитель, то есть смотрите, если вы скажете, говорят, вот Иисус там себя Богом не называл, во-первых, Евангелие от Анны он себя прямо Богом называет, это тоже надо не забывать, учителем. Ну, казалось бы, он называет, он не противится, знаете, как по скромности промалчивает, типа не услышал, да? Нет, смотрите, он говорит, пойди тому человеку, скажите, то есть вы так скажите, учитель говорит. То есть Иисус не то, что приказывает, по сути, не то, что говорю, да, не говорит, не называть учителем, а еще и говорит, чтобы его назвали учителем. Я говорю, опять скажут, что это ко Христу, но мы хотя бы сейчас сначала, у нас же кто пример, вот именно, кто у нас учитель, кто он, но сначала посмотрим, как жизнь и учение Иисуса, а потом мы доберемся до жизни и учения его первых учеников. скажите, учитель говорит. Немаловажный момент, я думаю, многие о нем могли забыть при таком вот вопросе и не дать человеку здравого ответа. Я сегодня постараюсь дать. При этом Иуда, предающий его, сказал, не я ли учитель? Ну, понятно, тут Иисус говорит, ты сказал, но я пишу, Иисус во свет не дает называние кого-либо учителем, ну, и понятно, что, а, нет, это при, это при прощальном ужине, да, когда они сидели, а дальше предательство Иуда. И тот час, подойдя к Иисусу, сказал, радуйся, учитель, и поцеловал его, и Иисус же сказал ему, друг, для чего ты пришел? Ну, я, конечно, пишу свой комментарий, что Иисус во свет не дает учения, не называние кого-либо учителем, хотя бы мог, хотя мог бы воспользоваться случаем, задать другой вопрос, зачем называешь меня учителем? Да, не друг, для чего ты пришел? Сначала зачем учитель? Ну, хотя ясно, что сейчас, во время ареста, Иисус вряд ли бы стал говорить проповедь о том, чтобы не называть учителями. Тут я, как говорится, признаю просто сам факт. Уж понятно, там, когда Иуда пришел с этими арестовывать, тут не до проповеди учительства, не учительства, но сам факт, как всегда, есть, да. Десятая глава по Матфею. С этими разобрались, да, то есть, то Иисуса называли, он никогда этому не противился. Дальше, что происходит в десятой главе. Добрались до двадцать третьей практически. И призвав двенадцать учеников своих, этих двенадцать, послал Иисус и заповедовал им, говоря, я, естественно, стихи пропускаю, вы видите, с первого по пятый сразу четыре пропустил. И, и, и кто знает, опять же, я вот пишу комментарий, обязательно читать только целиком десятую главу. Это вся речь Иисуса. Вы помните, когда Иисус посылает своих учеников на проповедь, это целиком глава. Это очень важно. Там много вот об этом, что надо делать, как учить. Я пишу, иначе не понять будет вырванного из контекста. Если ученик станет по делам его как учитель, значит, стал и по имени учителя. А что же мы читаем? говорю, хотя бы пусть на вырванных сами можете обратиться ко всей десятой главе и посмотреть, о чем идет речь. Ученик не выше учителя. Иисус нигде не осуждает вообще эти слова, потому что надо называться, не надо. И слуга не выше господина своего, но довольно для ученика, чтобы он был как учитель его. И для слуги, чтобы он был как господин его. Ну, тут просто два образа. слуга, господин, учитель, ученик. Если хозяин дом назвали визилу, тем более не домашних его, вы помните, я специально показал, что эта речь немножко уходит, но кто знает, я говорю, это уже 24-25 стихи, а это вся глава посвящена. Я могу вам, вы всегда отсюда можете тоже активные ссылки вот кликнуть, откроется 10-я глава по Матфею. Вы же видите, это вся речь Иисуса. Это Он посылает своих учеников и много чего им говорит. Много чего им говорит. Это очень важно тоже понимать. Про то, что призыв быть совершенными, быть как Отец Небесный, быть как и кому-то возможно стать, получается, отцом, быть учителем, достигнув учительского возраста, 23-я глава. Я говорю, обязательно можете точно так же, я говорю, обратиться всегда к оригиналу. Что это такое? Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам с вами сказал. На Моисеевом седалище вся 23-я глава, это же уже 23-я глава, надо всегда понимать контекст. Это последние дни Иисуса перед арестом. Это, кто знает, надрывные последние споры с фарисеями. И вся 23-я глава, видите, у вас на экране 24-я уже о том, что ученики его спрашивают, что будет с храмом. Я специально всегда все это показываю. И вот вам вся 23-я глава, она вся оранжевая. Это огромная речь Иисуса. Давайте хотя бы сначала, просто убедившись в истинности моих, так скажем, слов, прочитаем хотя бы действительно с первого стиха. Дальше не будем читать. Хотя это вся глава, посвященная кому? Да вы с первого стиха поймете кому. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Ну, кто народ учит? Учителя Израиля. Вот они сидят. Ну, в кого они превратились? В книжников. Это те, кто, как я все говорю, знают и не делают, и фарисеи, те, кто делают, но не то. Соблюдают все заповеди человеческие, постановления, законы, культа, и не делают ничего поистине. Итак, все, что они велят вам соблюдать, естественно, имеется в виду хорошее, соблюдайте, делайте, по делам же их, каким, естественно, плохим. Вот Иисус даже, ведь заметьте, речь, как будто Иисус проглачена, слова, ведь отсюда можно все, что угодно опять вытащить. А, значит, все надо соблюдать, опять весь закон, слушайте. Ну, а по делам, когда Иисус говорит, не поступайте, по каким, или с виду, по хорошим, что ли? Да по хорошему делу ты всегда должен поступить. Здесь же мысль-то понятна Иисуса. Можно исковеркать любые слова. Мои, другие, чужие, даже слова Иисуса. Что о наших-то говорить? Мы же чувствуем нитку, какую тянет Иисус. Что они не делают. И тогда, да, по делам плохие, они делают, ты не делаешь хорошо, ты делаешь плохо. Это понятно. Ибо они говорят и не делают. Это я вот опять разжевываю, Иисус, в принципе, сам все говорит. Просто вырви из контекста, можно все изворотить, можно до третьего стиха прочитать и вложить, что надо соблюдать все, что вам книжники говорят вот в сектах. Я такой слышал, да. Типа, ну ты, мало ли, что там священник, ну ты все, что он тебе говорит, ты делаешь. Даже плохое. А он же тебе сказал, нет. Связывают бремена тяжкие и неудобно носимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и пальцем с вами пошевелить. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Ну, кто знает, это и в Нагорной пропаде все то же самое. Не творите милостыни вашей перед людьми, не будьте праведными на показ 6.1, да. Расширяют хранилища свои, ну, все знают, кто там с этой иудейской одеждой все связано, который типа делает их святее через какие-то внешние там эти кисточки там и прочих вещей, кармашки побольше. Увеличивают воскрыли одежду своих, также любят при залежании на пиршестых и председаниях в храмах и приветствия в народных собраниях, чтобы люди звали их, учитель, учитель. Вы знаете, вот не прочитав эти 7 стихов, вот как можно, я сколько раз, вот когда я говорю, плюются в меня стихами, я-то знаю, откуда вы их вырвали. Но почему ты не вырвал хотя бы с 7-го, хотя как ты вырвешь с 7-го, если ты когда вырываешь с 8-го, а, вы, то даже слово а стоит противоположность, то есть перед этим любой человек, хотя бы немножко имевший образование, немножко знаком с синтаксисом филологии, поймет, что впереди, что здесь даже в принципе, значит, перед буквой а, вообще-то стараются предложение с буквой а не начинать, потому что перед ним вообще-то должна быть эта связующая частица, перед которой стоит запятая. Значит, это уже говорит о том, что ты вырвал стих. Но даже если перевести учитель-учитель как два восклицательных знака, и что в принципе предложение закончено, начинается с а, то есть понятно, что до этого что-то было б, но это я так уже шучу, не б, а наоборот что-то было, уже вот это а, а что дальше, это и есть б, было какой-то а, а б ты мне только вырвал. Это очень важно. Оказывается, Иисус говорит все то же самое, что говорил, я говорю, в начале от Нагорной проповеди. Если праведность ваша не превзойдет, вот это вы не войдете. Не будьте праведными на показ ради славы человеческой. Пятая глава, шестая, седьмая глава, все это огромная Нагорная проповедь Иисуса, что всякий слушающий и несоблюдающий, подобен человеку безрассудному, построившему дом в своей песке, все одно и то же, он в Нагорной проповеди три раза об этом скажет. А оказывается, вот в чем дело-то. Также любят предвозвижения на пешистых и приседания в храмах и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди их звали «Учитель, учитель, чтобы ласкали мои уши, а на самом деле, которым я не являюсь». Иисус сказал, кого он осуждает, что называют, и те, кто действительно называют таких видя их дела, и этих людей прежде всего, которые сели на Моисеевом седалище, не имея этого. Называется учителем, двух слов связать не может. Истинный не знает, живет грешником. Вот, оказывается, а вы, он говорит, не называйтесь учителями. Вот таких вот. Ибо один у вас учитель, Христос. Все живы, братья. И еще, все прекрасно знают, с чем это было связано. С превозношением, с гордыней. Я учитель, то и что мне перечишь? Бац по столу. Разве не так у нас всех? У нас вот так. У нас все давит на авторитет. Иисус что здесь говорит? Учитель-то у нас один. Христос, конечно, пример этой жизни, теоретически и практически описанная жизнь. Но это для нас теория. До нас дошли бумажки, естественно, на которых написаны чернилами буквы, через которые мы узнаем о жизни. Даже не просто слова. А нам описаны... Это не просто его учения, которые в пещере где-то записали и выбросили в мир. Да, вы так поступаете, сам я так не делаю. Нет, нам именно описана жизнь Иисуса. Да, Он для нас истинный идеал и пример. Но мы, Он сказал, должны те, кто уподобляемся этому, в себе являть. Все же вы братья. Здесь Иисус вообще говорит о том, что если в плане гордыни ты себя ставишь, я учитель, я выше тебя, то это, конечно же, бред. Не называйтесь тогда. Не возносись. Потому что все вы братья, ну, сестры. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах. И называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. По поводу Отца Небесная та же самая песня. Во-первых, что в Ветхом Завете, что в Новом Завете, вот в этих всех церквях, я их называю псевдо-христианством, сектами христианскими, да, там то же самое, там не имеется что он родил. Там либо родил, как Павел писал, во Христе, вообще человек, можно сказать, евангелист любой для человека, который услышал Евангелие и покаялся и решил жить по-евангельски, он может сказать, ему Отец действительно. Будет ли он его дальше воспитывать или нет, это другой вопрос тоже. Если он его воспитывает, так скажем, духовно, может его называть Отцом. Это так. Дальше даже читать не хочу. Там большая речь Иисуса, я говорю, мы с вами просто утонем в этом. Безумные слепые, все будет здесь он говорить об этом, о вождях. Безумные слепые их будет называть. Фарисей слепой. Вы по наружности кажете, кто эти учителя? Праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники, лицемеры. Понятно, да? Давайте, комментарий я свой прочитаю. Обязательно читать только целиком двадцатью главу, но мы сегодня этого делать уже не будем. Это так, для личного назидания. Иначе не понять будет вырван из контекста. Иисус всегда говорит о двух моментах. Первый, не называйтесь учителем, не быть таковым, называясь учителем профессионалом, то есть, да, и не быть таковым, как тогда горе. То есть, не называться, если таковым не являешься по делам жизни. Знаете, все равно, что я там супер каменщик, ни разу в жизни кирпич не держал. Иисус говорит, горе таком, человек, который так себя называется. Если ты не святой, если ты не ведешь евангельскую жизнь, как ты будешь называться учителем? Они называются, он их укоряет и не делают эти дела. Вот в чем укор-то состоял. И второе, не навязываясь никому своего учительства, да, не принуждать к обучению, а стать профессионалом своего дела, в нашем случае святости, и к тебе сами потянутся ученики. Про не называть никого отцом аналогичную историю, потому что здесь слово отец подразумевает воспитатель. А это учение, это не теоретическое учение буквы складывать или цифири. Это учение жизни, это воспитание. Дальше читаем. Матфея 28, чем закончилось? Вот вырываю 23 стих, забывая 23 главу, а 28, самые последние стихи. один из учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, так, внимание, идите, так, что делать? Научите. Ну, учит кто? Учитель. Ну, не ученик учит учителя в школе, а наоборот, учитель. Ну, а чтобы учить, надо сначала стать учителем. Не ученик учит ученика, а учитель. И всякий, когда усовершенствует, станет, как учитель его, и станет учить учеников или учитель для своих учеников. Учителем для своих учеников. Учите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сынского Духа, уча их еще раз учать. Да что ж такое? Ну, как же не совпадает это с 23 главой? Ну, лично у меня все совпадает. Просто, когда эти стихи вырывают из 23 главы, тогда какая-то несуразь получается. Уча их соблюдать все, что я повелел. Ну, естественно, прежде соблюдая все самому. И вот я с вами во все дни до скончания века. Ну, я пишу, учит кто? Конечно же, учителя. Я не знаю, кому нужны еще какие аргументы по поводу того, что учение, учительство вообще, в евангельском смысле. Но тот, кто написал мне комментарий, много имен, я так, я не знаю вообще, кто он там, христианин, нет, насколько он христианин, свободный он, не свободный, в чем он там свободен, я не знаю. Давайте почитаем апостола. Апостол состоит из деяния и посланий апостолов. Деяния, вторая глава. И они постоянно пребывали в учении апостолов. Ну, естественно, которые передавали учение Иисуса Христа. Так, если у них учение апостолов, значит, они учителя. Ну, как назвать того, кто учит? По-существительному. Глаголы то, что он делает. Существительное то, кто он есть. Есть, я есть, существительное. Бог есть, любовь. Он что? Он любит. Я учу. Я кто? Я учитель. Чего тут непонятного? Я вот этого никак понять не могу. Тринадцатая глава. В Антиохии в тамошней церкви был некоторые пророки и учители. Так, подожди, это пишет автор книги Деяний. Он прямо пишет, сообщает, что в церкви есть пророки, есть учители. Он не говорит, что это плохо. Он констатирует факт. Есть пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луцик Кирьянин, и Манаил, совоспитанник Ирда, чертоволасника, и Савл. Будущий Павел. Пожалуйста. Послание Якова. Кто знает, но я опять читаю, нужно целиком читать третью, даже четвертую главу, почитать, чтобы понять контекст, но в частности, в этих стихах Яков предостерегает от того, чтобы многие из похоти своей не делались с учителями, а не то, что вообще не должно быть в церкви учителей. Я говорю, обратиться надо ко всей третьей, четвертой половине, там, четвертой главе. Ну, кто перейдет, если по моим будете ссылкам переходить, вы даже увидите эти отделения, вот она, третья глава Якова, ее надо читать прям, но это и так первые стихи, поэтому мы просто не будем углубляться, а так вот, прям четвертая до, а ты кого-то судишь другого, а ты кто? Это как раз до 4-12, четвертую можно не целиком, но хотя бы третью целиком, и четвертую до 12, надо все понять. То же самое, Яков потом будет наставлять, мудр ли кто из вас, разумен, кто из вас, докажи это на самом деле, добрым поведением, с мудрой кротостью, да, вот, то есть он тут будет уже опять учить, учить, это, вообще, в жизни есть три планки, я вам говорю, ученик, учитель, и учитель учителя, который учит учить, это тоже целое искусство, я в своей жизни такое проходил, в мирской, так скажем, в мирских профессиях, я сам учился, потом учил, и было, когда я уже учу, 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 учить, потому что у них появляются подчиненные, и я учу, как с ними быть, как быть вот этим учителем уже, в том, что когда-то был я, потом ты стал подо мной, а потом под тобой стали эти, а я стал еще выше, это очень интересно в жизни на самом деле, читаем у Якова хотя бы эти первые стихи, так, братья мои, немногие делайтесь учителями, он не говорит, не делайтесь учителями, причем я делаюсь сам, как говорится, да, вот как единственное по Иоанну, что если у тебя нет этого, ты не делайся, потому что сам себя, никто не может ничего натянуть, если не дано ему свыше, если у тебя есть дары, конечно, не зарывай эти таланты, служи ими, Яков не говорит, что не должно быть учителей, он говорит, немногие, и причем делайтесь сами, вот именно, он не говорит, что кто-то там кого-то поставляет учителем, дает какие-то корочки, заканчивает семинарий, нет, он говорит, просто немногие делайтесь, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ты знаешь, что за это благочестие не для прибытка, ты за это, конечно же, понесешь большую ответственность, потому что мало того, что ты свою жизнь губишь, если ты слепой, и ведешь за собой, куда ты ведешь этих слепых, в яму, и сам, и еще по тебе люди погибнут, ибо все мы много согрешаем, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело, то есть живой пример оказывается в церкви, спокойно, есть учителя, и я вопрос к тому же самому, много имен, слушай, если там были учителя, их как называли, вот прости, Вася, Петя, Даша, Маша, но если это учителя, их в Писании их называют учителями, к Ианну Крестителю так обращались, к Иисусу так обращались, значит, к ним точно так же обращались, значит, можно называть учителями тех, кто несет тебе учение Иисуса Христа, Петр, Второе послание, были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя, он не говорит, что у вас просто будут учителя, и это нехорошо, есть пророки, есть же пророки, мы с вами только что что прочитали, книги деяний, хорошо, гляньте, прямо все на одной страничке помещается, были в церкви, в тамошней церкви, то есть в церкви, есть пророки и учителя, здесь Петр не обличает, что пророки и учителя это плохо, он говорит, причем это же я вырвал, это же вторая глава второго послания, я говорю, обращайтесь пожалуйста к оригиналам и смотрите, что где-то есть хуление учительства в Евангелии, в христианстве, я такое впервые слышу, если есть учителя, как к ним обращаться уважительно, ты к нему относешься, учитель, по-моему мы в школе так, мы иногда по имя отчеству, иногда учитель, учитель, в школе так и называли, ты можешь не знать имя отчества, можешь забыть, преподаватель мог прийти на замену, всегда так было, кому надо отнести, в дом маме, говоришь, да учителю в школе, да всегда так называли, значит в церкви их так же называли учителями, в чем проблема-то, но будут и лжеучителя, которые введут пагубные ереси, отвергаясь искупившего и Господа, навлекут на себя скорую погибель, и многие последуют их разраду, через них путь истины будет в поношении, значит проблема не в учителях, а в том, что есть лжеучителя и учителя, причем в церкви, как были и лжепророки в народе, в израильском, он говорит, как и у вас будут лжеучители, где у вас, кому он послание пишет, в церкви, это второе послание предсмертное, Петра кто в курсе, он там говорит, что Бог ему открыл, что недолго ему осталось, мать, земельюшку топтать, римлянам, второе, вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя перед законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, научаясь, сам ты учишься, ты ученик, и уверен на себе, что ты путеводитель слепых светля, находящийся во тьме наставник, невежный, учитель младенцев, имеющий в законе образец сведения истины, тут автор послания, ну, Павел вроде как, к римлянам послание, он что дальше, он для чего всю эту речь сказал, такую саркастическую, и на самом деле горькой правды, он что сказал, как ты можешь называться учителем, это неправильно, нет, он говорит, как ты уча другого, это хорошо, что ты учишь, но плохо-то в чем, как ты уча другого, не учишь себя самого, он разные красивые примеры привел, как только их не называли, да, учитель младенцев, наставник, невежный, образец ведения и истины, ну, как ты, всеми этими титулами называясь, и тебя называясь, не являешься таким, не учишь себя самого, книжник, о чем я вам всегда говорю, за что их Иисус и обличал, проповедуй не красть, крадешь, говоря, говоря, уча проповедуй, не прелюбодействуй, прелюбодействуй, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься, давайте по-христиански прочитаем, новым заветом, христианством, Евангелем, а преступлением, Евангелия, евангельских заповедей, повеление Христов, бесчестишь Бога, ибо из-за вас, как написано, хулиться имя Христово, я, Бога у язычников, я уже, давайте к христианам, у нас два миллиарда, или три, или сколько, и вот именно, один мыльный пузырь, на самом деле, меня явно не язычники слушают, вот вам, пожалуйста, что он, осудил здесь учительство, нет, он говорит, как ты, называясь всем этим, не являешься таким, все по учению Иисуса, что, да, сели на оседалище, вот и все, от Бога ли это вообще, Павел четко, в двух своих посланиях, в трех, в Коринфянам, в Ефесянам, и в Римлянах, те же самых, об этом сказал, давайте почитаем, первое, Коринфянам 12, «И вы тело Христово, а по родинам члены, и иных Бог поставил в церкви, Бог, во-первых, апостоли, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, Бог, оказывается, поставляет чем? Ну, понятно, что Бог поставляет дарами, причем Бог, а не люди, Бог, а как он поставляет дарами? Разумение, слово, познание, да, Ленен дал силы чудотворные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки, все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли столкователь, ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь превосходнейший, так, значит, надо ревновать, а в учительстве-то, оказывается, да, Ефесиным, и он Бог поставил одних апостолам, других пророками, иных ангелистами, иных пастырями, и учителями, а для чего эти учителя? Ну, здесь синодальный не очень хороший перевод, к совершению, к совершенствованию, делать из них совершенных, все обрубать, для того, чтобы довести до совершенства, если хотите, я бы подлиннее перевел, побольше слов бы, понятных ставил бы, для того, чтобы довести до совершенства святых, для совершения святых, на дело служения, какого? А вот этого, который только что в 11 стихе, я здесь так у себя и пишу опять 11 стих, ты опять в него закругленно возвращаешься, потому что ты сам доводишь до совершенства, на кого? Ты до этого до совершенства дошел, и стал его уже, и тебя Бог этим поставил, ты вырос, ты обучился, ты всячески прилагал усилия в ученичестве, стал учителем, и что и Бог поставил тебя, одних апостолом, других пастырями, третьих учителями. Все. Для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в невесту, ну, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы вы не были младенцами, колеблющимися, и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, вот этих лжеучителей, о которых Петр написал, по хитрому искусству обольщения, но истинно любовью все возрастали в того, который из глава Христоса, из которого все тело составляемо, с укупляемым посредством всяких взаимоскрепляющих связей, любви, понятно, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Гениальный, у Павла, конечно, ему не откажешь, такие у него завертыши, насколько они красивые, если, там, тут в каждое слово можно толковать, но у нас сегодня не тема, как достигать совершенства, а мы просто об учительстве, да? Здесь я комментарии одни и те же пишу, Бог сам ставит учителей в церкви дарами, разумение, слово, ораторство, дикции, ну, все, что связано с учительством, да? Римлянам, 12, ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, то мы многие составляем одно тело во Христе, а порость они для другого члена, и как по данной нам благодяти, заметьте, я говорю, если там Евангелие, мы и читали об Иисусе, кто-то думал, что я не отвечаю на вопрос, вот этот, а вы не называетесь, один у вас Христос, ну, там, Христа можно называть, поэтому называли, нет, сейчас мы с вами читаем раннюю христианскую церковь, вы знаете, тут прибавить, сейчас, когда мы закончим, оказывается, что это все норма, да, оказывается, и в этом нам Иисус пример подавал, а там имелось в виду, конечно же, идеальный пример, что для нас есть, это, конечно же, Христос, но мы его в себе каждый должны являть, вот, и как по данной нам благодати, имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчество и по мере веры, имеешь ли служение, пребываю в служении, учитель ли, учение, ну, как вот, не называть, не называйся, ну, как я буду называть, я сам учился, да, вот, зритель много имен услышал, где-то я, да, я говорю, у меня были тоже учителя, многие думают, что я такой гордый, я же говорю, слушайте, я столько всего перечитал, столько переслушал, но когда ты становишься совершенным, да, достигаешь, ну, и каждому, даже в учительстве здесь поучиться, я не спорю, но вы знаете, когда, много ли у кого, профессору, который сам уже там, сто изобретений сделал, все магистратуры позаканчивал, много ли у кого он может учиться, нет, конечно, он же не пойдет в первый класс учиться, в своей науке, сейчас дело не в этом, все это можно абстрактно перевести, а, можно поучиться, цветы выращивать, я не об этом, я имею в виду в своей стезе, я, кто знает, вот именно, когда мне человек в компьютере помогает разбираться, да я вот так открытым ртом слушаю, и слова ему не говорю, потому что на данный момент он мой учитель в этом, а то, что я в христианстве стал таким, ну, кто на что учился, я на это 10 лет своей, я на это 10 лет своей самой зрелой, молодой юности, молодость, ну, не юности, молодость положил, лучшие годы, да, и говорю, не час, не два, а сутки, так что вот так вот, увещеватель, увещевай, раздаватель, раздавай, в простоте, начальник, ли начальство, с усердием, благотворитель, ли веселье, благотвори с радушием, Павел не отрицает учительство в теле Христова, ну, это мой краткий комментарий, потому что я не знаю, что тут еще прибавить, все налицо, дальше, вообще, мои любимые места, потому что Тимофей, это ученик Павла, дорожший до учителя, и здесь уже Павел, так как он сам вырастил учителей, становится учителем учителя, это круто, я обожаю такие места, потому что сам этого достигаю, и мне нравится это, я всегда любил такие гуру, читать всякие, кто знает, это действительно здорово, вот, ты действительно, когда ты учишь учить, значит, еще я всегда, когда я, вот кто меня на работе знает, когда я работал, я всегда проповедовал вот эту, знаете, независть, я говорю, ты стань лучшим учеником, тебя, если тебя повысит, значит, ты достоин этого, я говорю, никогда не бойся, когда ты поднимешься, естественно, у тебя появится подчиненный, я говорю, не бойся передать им все, что ты знаешь, если ты боишься, что они станут лучше тебя, типа, подкопаются, я говорю, поверь мне, ты свалишься, ты можешь вырасти их, во-первых, сам факт, от того, что ты их учишь, я говорю, посмотри на это, с другой стороны, не со стороны страха, жалости, жадности своей, если ты учишь, ты в себя посмотри, я даже, я говорю, проповедовал всегда так, на работе, ты уже выше него, ты же учишь, тебя это должно уже утешить, и нормальный тот руководитель, он всегда увидит, кто кого учит, курица, яйцо, яйцо, курица, нормальный руководитель, тебя никогда не под это, не поменяет, более того, если ты из них вырастешь себе подобных, которые уже способны тебя заменить, они заменят тебя, но нормальный руководитель, который есть еще над тобой, он тебя к себе поднимет, потому что эти выросли до тебя, ты поднимаешься наверх, законно, потому что ты поднимаешься на них, они многие слушали, и опупевали, у нас все вечно на работе, это все, это склоки, козни, заговоры, подсидеть кого-нибудь, сказать, ой, себя да, восхвалить, я там то-то, то-то сделал, а вот он не мог, кто, конечно, работает в организациях, фирмах, это караул, я всегда учил обратному, я всегда на этим возвышался над ними, вот именно этим своим профессионализмом, при этом я у них хватал, как ученик, все, если я в чем-то не соображаю, в каких-то нюансах, я говорю, возьмем тот же самый компьютер, она какую-то фишку знает там в Excel, да я позову, или она показывает, я говорю, я этого не знал, классно, а сам схватываю, они удивлялись этому, но здесь то же самое, и вот мне всегда нравились такие, я, конечно, разные вещи читал на эту тему, не только религиозные, сам эти вещи люблю, я говорю, я всегда у меня так было, я сам бизнесами мелкими занимался, у меня были вот именно люди, я набирал учеников, у меня была мастерская по краске автомобилей, и вот то же самое, там везде, я почему-то я все время шел по этим ступенечкам, я сначала сам становился профессионалом, чтобы научить, я знаю все косяки, я не начитался на них где-то, я не открыл бизнес, так скажем, так где-то об этой профессии, что-то слышал, решил просто открыть мастерскую, сам никогда в жизни краскопульта не брал в руки, нет, я сам научился красить, несколько лет сам красил, и потом у меня стали появляться ученики, причем они стали появляться, видя, что я профессионал, пришли и попросились ко мне, я их научил, а потом я видел, как к ним пришли, и я учил их учить этих, потому что учить это целое искусство, я ему говорю, слушай, ну тут ты не дави на него, а тут наоборот говорю, не давай ему слабинку, а тут сам сделай, покажи, а потом посмотри, как он делает, я всему этому, я учу уже учить, я говорю, ну вспомни, как я к тебе относился, что я вот так, помнишь, тогда и так, вот ты вот так же сделал, то есть я учу учить, это гениально, вы знаете, это так прикольно, давайте почитаем отношения Павла и Тимофея, его ученика, дорожшему до учителя, которую он вырастил в учителе, и теперь учит его учить, ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, это первое, я даже тоже не стал, я здесь вырвал, не вырвал, а, ну понятно, вырвал, мы же не целиком читаем, я прям разделил, первый, второй тоже без стихов, но стихи вот здесь всегда мелко, вы всегда найдете, ну вы через поисковик можете найти по этим словам точные места, потому что надо было делить, у меня уже сил не было, потому что в каждом послании, в разных главах эти места, я как будто, как всегда, да, подворывал, через многоточие это читайте, ибо един Бог, един посредник между Богом и человеком, человеком Христос и Иисус, передавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, так, а кто его поставил, здесь я обращу внимание, Павел, апостол Павел, сам себя называет проповедником и апостолом, ну понятно, поставлен он кем был, кто в курсе, Богом, его не люди ставили, и никому Бог не свидетельствовал, что он его поставил, кто в курсе всей истории Павла, тот поймет, о чем я говорю, он вынужден был сам себя защищать, когда защищал свое апостольство, Бог никак о нем, никому не засвидетельствовал, он лишь ему сказал, ты будешь моим, двенадцатым апостолом, он говорит, я, я, апостол и проповедник, он сам себя называет, и говорит, истину во Христе не лгу, а кем еще себя Павел назвал, смотрите, проповедником так, апостолом, клянется, можно сказать, по сути клятва, истину говорю не лгу, хотя помните, не клянись ни небом, ни землей, что говорит Павел, учителем, язычником в вере и истине, кто его ставил, учителем над язычником, кто Петр, Иоанн, моложе в него, наверное раз в два, ну не моложе вернее, да, это я так, кто его поставил, апостолом, проповедником, учителем язычником, в вере и истине, учителем истины, ничего себе, кто его поставил, говорит, во Христе не лжет, сам себя уже, да, не то, что кто-то, его или он кого-то, он сам себя, дальше, но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трест целомудрен, благочинен, честен, становлюбив, учителен, ну, иметь дар учения, вот именно, учить людей, второе послание к Тимофею, для которого, я поставлен проповедником, и апостолом, и учителем, и язычником, ну, кто его ставил, мы все прекрасно знаем, поставил, во-первых, Бог, а не человек, это раз, и, во-вторых, что же он сам себя-то нахваливает, что же пишет об этом Тимофею, что его Бог поставил, ну, каждый себе может сказать, что его Бог поставил, слушайте, дела его шли реально перед ним, вот и все, он ходил, он проповедовал, евангелизировал, учил, и в устной форме, нам доказательства остались, его письменные послания, он себя по праву называл учителем, ввел святую жизнь, аминь, так можно называться, называть, и позволять себя называть, оказывается, можно, а Каспавел пишет церкви, Тимофею, такому же учителю, по этой причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на последний день, держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, значит, кто он ему был учителем, с верой и любовью во Христе Иисусе, от глупых и невежественных состязаний, уклоняясь, зная, что они рождают ссоры, рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, скротостью наставлять, но наставляет кто? Не называйтесь наставниками? Наставник. Скротостью наставлять, да еще и кого? Противников. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю? Наставляет кто? Он учит его наставлять, должно. Наставляет наставник. Причем противник. Это значит, человек не почитает тебя, он употребляет это слово. Пусть это синодальные переводы, я согласен, там могло быть как якобы с другой словом, но какое бы слово ни применили, смысл-то от этого не изменится, если его правильно применить. Что он мог там сказать? Посоветуй. Все одно и то же. Ктиту пишет, «Во всем показывай в себе образец добрых дел». Я обращу, я не просто так выстроил даже эти послания, но не зря здесь, я говорю, ученик, учитель и учитель учителя, потому что Тимофей, Тит, это его ученики, ставшие учителями, а апостолы, это ученики Иисуса, ставшие учителями, и они учат, уже учителей, уже, заметьте, мы уже с вами сколько-то, тройную спираль просмотрели, потому что ученики-то тоже были все эти апостолы учениками Иисуса, стали учителями сами. Уже Иисус их, когда они становятся учителями, духовно растит их учить учеников, потом учит учителей, а соответственно, они потом будут должны делать то же самое. И заметьте, что пишет апостол Павел Титу, это то, о чем я ему говорю, уже не, уже учит, уже он не то, что учит ученика своего Тита, а учит учить, вот о том, о чем я говорю, это даже есть у апостола Павла, во всем показывай, в себе, образец добрых дел, конечно, первое, сам исполняй, в учительстве, чистоту, в учительстве, понимаете, не в учении, а в учительстве, вдумайтесь, то есть, ты уже пример учительства показываешь, он говорил, а тем, когда ты уже не учишь еще начаткам молочной пищи этой, а уже многие растут, и ты в себе еще пример учительства показываешь, то есть, учи, учить, он уже, Тимофея учит, учить учеников, уже Павел пишет Тимофею, учит его, учит своего учителя, учить, да, но не своего, а поняли, чадо свое, которое уже учитель, уже делать учителей, потому что он говорит, показывай образец в себе учительства, не ученика Христова еще, а учительства. Это очень важно. Кстати, я забыл сюда важный момент вставить, вы все прекрасно знаете слова апостола Павла, подражайте мне, как я Христу. Один у нас наставник, один у нас учитель, один у нас отец, а сын и отец одно, Иисус. Образец один, пример один, подражать мы кому должны? Ему, а Павел пишет, подражайте мне, как я Христу. Дополню сюда тоже, хоть и прямо, вроде, слово учительство не называет, но вы понимаете, о чем все речь. А вот тут вообще, я говорю, хотел закончить, я прям все собрал так с духовным, так скажем, контекстом, с высотой вот этого, чтобы вы все это увидели, когда концентрационно смотришь на этот концентрат, собранный отовсюду, я думаю, что у вас должно много складываться, да, впечатления. Причем, это не прям вырванный, там один стишочек, там мы с вами видим, чему и учению, да, в учительстве, чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризное, то есть, ты уже в учительстве всему этому учишь, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого, понятно, если ты еще добрыми делами неизвестно, как живешь, но я пишу, Павел учит Тита показывает не просто чистоту и образец учения Христа, но и в самом учительстве, то есть, призывает учить, как быть учителями, но естественно, своим примером, есть, есть уровни в деле, ученик, учитель, учишь учителя, быть учителем, это важно, здесь, конечно же, Павел говорит, и для внешних тоже, не дай бог, противник какой, увидит, что если у нас такие учителя, уж понятно, какие ученики, ученики далеко не всегда соответствуют своим ученикам, учителям, да, если еще учитель хороший, ученик говорит, что ученики все хорошие, но если учитель гнилой, то уж вряд ли там что-то хорошее, ученики же не просто так к нему пришли, вот, это очень важно, я надеюсь, вы это уяснили, это не все, вы видите, в конце послания к евреям, закончить я сегодня хочу этим посланием, именно к тому, чтобы все то, что я раньше говорил, много вот так устно, своими фразами, сегодня я вам много показал, из писания, следующий ролик, я просто поделюсь личным опытом, я сегодня кое-что вам рассказывал, да, какой у меня опыт по жизни, но я именно хотел, это я вспомнил там, мирские, так скажем, работы, да, в чем-то, это далеко не весь, конечно, мой опыт, так, на скидку, а я хотел именно христианским поделиться, вот этим общением, этой жизнью христианской, моей десятилетней, все-таки, и три года, все-таки, я проповедую, это я говорю слово, а не вы, да, то есть, мне есть, что сказать, ко мне все равно мало, плохо, хорошо, люди обращались, много, я общался, переписывался, со стороны, много смотрел на других, я говорю, у меня это тоже, знаете, время, я всем говорил, я проповедников мог включить, изучить целиком его канал, сделать какие-то выводы для себя, вот, но о том, что в том, что красная нитка действительно достигнуть, вот, прекрасно знаете, можно было разные слова приводить Иисуса, я там, кстати, не стал их особо про совершенство, там, где просто было с учительством связано, так прекрасно знаете, что Иисус призвал нас к совершенству, вот, ну, по поводу там вот отцов, это все то же самое, по поводу святых, там много имен спрашивал, все то же самое, святой тот, кто живет по Евангелию, вот и все, есть святые, нет, то, что назначают кого-то святым, да, назначают, когда он им не является, когда все эти псевдо-секты, начиная с ортодоксии, с третьего века, начало в святые возводить всех убийц, людей вообще жизни евангельской, не соответствующей христианству, конечно, тогда пошли сильные искажения, я тут не посворю, а вот человек, который соответствует, учитель, тут эти все слова в евангельском контексте, учитель, святой, отец, все должно соответствовать истине, однозначно, какой евангельской, учитель, по сути, святой, значит, и что Иисус сказал, как ты учишь, не уча, это мне временно понравилось, да, не уча себя самого, сотворите и научите, кто все сотворит и научит, тот великим, кто великий еще, тот самый великий, Бог, будешь Богом, вот, это очень важно, и закончить я хочу, да, как раз безымянным посланием к евреев, ибо автора его, на самом деле, точно никто не знает, Павел, не Павел, пятая глава, многим известное место, нет, мне хочется на нем закончить, об этом надлежало бы нам говорить много, там они вот именно, он рассуждал о всем этом учении, культе, Моисея и так далее, говорит, но трудно истолковать, потому что вам, вы сделались, не способны уже не то, что там какому-то учительству слушать, ибо судя по времени, смотрите, то есть в христианстве, почему я, кто со мной общался, я некоторым говорил, слушай, вот ты посмотри на себя, мы с тобой ровесники, кто-то старше меня, кто-то чуть помладше, кто-то старше на 5 лет, на 10, на 15, на 20, слушай, посмотри на себя, ты, а некоторые в 2 раза старше меня, говорю, в 2 раза больше в христианстве, а то и в 4 раза больше в христианстве, 40, если в 2 раза старше меня, и в такое же время уверовали, то кто считать умеет, легко посчитать, что он в 4 раза больше христианин, да, потому что мне, грубо говоря, округлим 40, ему 80, я в 30 покаялся 10 лет христианин, а ему 80, 50 в 5 раз больше христианской, по долготе жизни, что пишет этот автор по времени вам надлежало быть учителями и когда даже ко мне эти люди обращаются слушать ты уж самому пора учить ты все молочко тут лежишь но вам снова нужно у вас снова нужно учить первым началом слова божьего это печально я сам такое встречаю изо дня в день для вас нужно молоко а не твердая пища ну кто будет в зрелом возрасте молоко всякий ты питаемый молоком не сведусь славе в слове правды когда мне там тыкут четыре слушай я чуть не вижу что ты учителем был ты что проповедуешь благовествуешь учительствуешь где твои ролики где твой свет где плоды раз ты говоришь я такой я вот знаю и ты че мне я тебя сейчас мне звонит я тебя сейчас по слову божьей буду обличать я говорю слушай ты сначала яви себя а потом обличишь меня я может и сам обличусь послушаю тебе я чуть не вижу ты правда ты не знаешь потому что он младенец твердая же пища свойственно совершенным у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла я не зря на этих словах оканчиваю то есть конечно же прежде всего это люди кто такие учителя это люди святые опять слова одни и те же учитель великий святой совершенный твердая же пища свойственно совершенным и этот автор горюет а я бы сказал плачет крокодилями слезами что те которым он пишет не то что не достигли это совершенства учительства что одно и то же для автора очевидно все эти слова он напоминает в синонимичном контексте вам надлежало быть учителями питаем твердой пищи уже питать возможно других дальше твердый так вы сами дети младенцы какие дети младенцы они на руках у матери молочко из груди посасывают они ничего не понимают они не сведущие в правде а вот эти совершенно это люди которые евангельской святой жизнью уже стали природы свои такие потому что их не чувства навыкам делами со мной все время с этим спасением по вере на сути слушайте это люди как писал апостол иаков своем послании через дела дела и за исполнение евангельских заповедей любви кротоси смирения природу свою изменили навыкам приучены к развлечению добра и зла то есть избрание и уже все они естественно этим питают и других и вот вам пожалуйста автор послания к евреев плачет о том что люди люди много-много времени находясь христианстве ничего не достигает я уже вам всем говорил у меня мечта не то что что мне ученики-то учителя вот вот какая цель иисус разве хотел только учеников сделать нет мы видим что он из них сделал вырастил в оконцовке духом со святым своим словом живым когда воплотившись проповедовал вырастил сначала были ученики когда при нем ходили стали совершенными стали учителями вырастили своих учителей растили именно учителей это очень важно вы знаете это должно стать именно целью жизни если ты не учитель язычников а в нашем случае через две тысячи лет уже христиан и по-моему христианство надо учить не язычников уже давно хочу лучше нас пом живут а именно христиан их нужно опробовать любви заново снова начатка мучить евангельским да что милости хочу они жертвы не всех ваших этих культов заповеди обряда все опять все то что свалились вот и поэтому цель конечно я вам скажу не то что даже не учить никому стать несовершенным не учителем вернее а учителем учителей вот у меня мечта увидеть моих ну тут неправильно за моих учителей а увидеть мною выросшие выращенных учителей вот все склонил вот какая моя мечта так что вот так вот вот она вот оно совершенство которым призывал нас иисус вот она евангелие вот поэтому по поводу называйся не называйся ну закончить я помимо этого хочу я уже кто слышал от него употреблял такой тоже фразу мудрость древних всегда мне она просто надо мне по складности нравится да и как раз последний гвоздик в кропку крышку гроба это убить по поводу называться не называться учителями вы помните это говорил не раз сейчас еще раз повторю учитель не тот кто тебя учит а тот у кого учишься ты я когда ее первый раз услышал я чуть со стула не упал как 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 коротко гениально по-другому сказано мысли вот это иисуса не называйтесь учителями хотя как мы видим и и иисус себя называл сам и его апостолы тоже себя называли если это звание этого звания ты конечно же иисус и апостола обращали внимание на одно если ты этого звания достоин если есть плоды твоей сущности да вы слушайте мои плоды они у вас на лице где вот на экране а где ваши плоды ну кто из на вы пришли ко мне учиться или я к вам вы задаете мне вопросы или я к вам вы меня слушаете или я вас это тоже важно да и и плюс вот это главная мудрость конечно понятно я говорю я никому не навязывать но об этом я говорю давайте вот уже обо мне я скажу и вот это вот мысль тут мы по евангелию посмотрели и поговорим как я вижу теперь на основании вот всего сам что где читал да и поговорю я хочу следующий ролик уже более свободно поделиться действительно просто личным тоже каким-то опытом кому-то будет полезен отраден назидателен может быть да там я уже поговорю что я думаю сегодня об этом не буду и так ролик полтора часа но зато будет нас ролик об учителях все на сегодня все всем спасибо кто смотрел смотрел до конца я удивляюсь на вас откуда у вас только терпение и алчбы слышать желание слышать это всех обнял поцеловал по-братски до встречи в следующих роликах пока пока не забывайте